Сегодня мы будем вести набросок карандашом, а потом переходить к линии роли маркера. Но что вам было лучше видно, я буду вести сразу работу светлым маркером, а потом перейду на более темный цвет. Начинаем, как обычно, с рамки. Крайние точки. Не забывайте, что снизу всегда оставляем место больше, чем сверху. Теперь легкой линией, не давя на карандаш, очень легко я буду намечать форму, и не только по внешней линии, но и буду заходить внутрь. Глаза все время перемещаются от натуры, на которую я смотрю, на мою работу, и все время сравнивают, и все время они перемещаются по наброску. Не введите набросок от куска, не прорисовывайте досконально, в одном месте, пока остальное не нарисовано. Поэтому, видите, я не правлю детали, я двигаюсь по всей форме и захожу внутрь, обязательно. Внутрь формы, чтобы это не был простой и голый силуэт. Легкой линией, не давлю на карандаш. Первая стадия самого быстрого наброска у меня готова. Легкой-легкой линией я разместила модель в листе. Я вижу, что рамочка у меня сместилась, я ее поправляю. Конкретно у меня тут сместилась. Ну, я вам об этом и говорила, что это важный навык, и это важно делать в каждом наброске. Потом вы поймете, как этот момент повлияет на ваше чувство композиции. Через некоторое время. Пока просто применяете это в жизнь. Поменял рамочку, я переместил рамочку. Теперь я буду уточнять и вносить коррективы в этот набросок уже линером. Но я не буду обводить линии, которые есть сейчас. К этой линии я отнесусь только как к предварительному рисунку вспомогательному. Я буду каждый отрезочек заново просматривать, уточнять и с ним работать. То есть не обводите старые линии, рисуйте заново. Вносите коррективы по маленькому кусочку. Сейчас не должна двигаться голова ваша или торс. Вы должны следить за натурой и за своим рисунком только глазами. Глаза туда, кусочек линии посмотрели, нарисовали. Кусочек линии посмотрели, нарисовали. Смотрю, туда рисую. Правлю. Какие-то изменения вношу, если мне это надо. Опять слежу за натурой. То есть вы не можете смотреть в свою работу и не смотреть на натуру, рисовать по воображению. Мы учимся рисовать именно так, как есть в натуре. Поэтому мои глаза все время бегают. Все время бегают туда-сюда, туда-сюда. По маленькому кусочку. Маленький кусочек посмотрела, нарисовала. Посмотрела, нарисовала. И по маленькому кусочку я веду линию. Стараюсь сделать красивую линию. В каких-то моментах у меня получится не отрывать линьер от бумаги. В каких-то важно будет сделать этот разрыв, подумать, приноровиться рукой, а потом положить уже правильную линию. Но визуально хочется, чтобы эффект был такой, как будто вы линию не отрывали от бумаги. То есть, видите, я рисую из кусочков. Кусочек посмотрела, нарисовала. Посмотрела, нарисовала. Обязательно захожу внутрь формы. То есть, какие-то складки пошли, обязательно, обязательно я в них захожу. Чтобы это не была просто обводка пустая. И внимательно, внимательно слежу за каждым кусочком. Так, юбка у меня тут пошла. Помните, да, что вносим коррективы. Если я вижу, что у меня колено сместилось, значит, я его перенесу туда, куда мне нужно. Также, если мне нужен какой-то пятновой момент, я могу внести штрих, либо широкой частью маркера его закрасить. Вношу коррективы, как я и говорила, с места пополучилось очень большой. Вижу свои ошибки и правлю их. Не боюсь того, что останутся какие-то лишние линии. Так, все. Эта стадия завершена. Еще раз, еще раз. Возвращаюсь к рамочке. Правлю ее. Теперь я уже точно вижу, что моя рамка в том месте, где нужно. Если у меня осталось время на этот набросок, я могу добавить сюда цвет. Цвет или пятно. Это может быть просто тональное пятно, серое, например, может быть и цветное. Неважно, каким материалом вы рисуете, как вам хочется. Но, чтобы набросок был выразительный, здорово, когда в нем присутствует не только линия, но и пятно. Например, у меня очень выигрышно будет смотреться, если я залью волосы пятно. И, например, юбку. Или сделаю складки на юбке. Да, я лучше сделаю складки на юбке пятно. Пробуйте разные варианты. Что вам хочется? Пробуйте варианты подачи, потому что это важно. Пытайтесь сделать набросок таким, чтобы вам самим нравилось на него смотреть. Вот это я все хочу закрасить. Да, вот это я тоже все хочу закрасить. Я делаю как бы по кусочку. Я могу сначала нарисовать складки, потом понять, что я хочу весь предмет одежды, например, закрасить. Так тоже можно. Почему нет? Главное, чтобы вам было удобно и нравилось то, что вы делаете. Пробуйте. Все. На этом мой набросок закончен. Почти закончен. Хочу вот здесь еще пара складочек добавить. Переходим к следующему. Тот же самый принцип. Как всегда, я начинаю с рамки. Намечаю крайние точки. И легкой линией прохожусь по всей модели. Легкой линией. Не зацикливаюсь сейчас на деталях. Мои глаза все время бегают. Я обязательно захожу внутрь. Не доплю на карандаш. Очень легко. Если вы можете под одеждой увидеть, как примерно идет конструкция, наметьте себе это. Вам потом это поможет. Не важно, что вы потом не будете на этом акцентировать внимание. Но для вас это будет плюс. Так, я наметила. У меня сейчас все хорошо по композиции село. Внизу место больше, сверху место меньше. Все вроде бы по пропорциям село. Теперь я начинаю уточнять. Стараюсь вести линию, не отрывая. Не отрывая или из маленьких отрезочков, чтобы линия была красивая. Вношу коррективы сразу же, если я их чувствую. Нам не так важно сейчас портретное сходство. Я хочу, чтобы вы просто научились вести быстро работу и выразительно ее делать. Чтобы вы почувствовали удовольствие от рисования. Поэтому не гонитесь за безумными деталями. Скорее сконцентрируйтесь на красоте рисунка и на радости от процесса рисования. Вношу коррективы, если я нахожу ошибки. Не забывайте обязательно заходить внутрь формы. Нельзя вести только силуэт. Здесь я подчеркну немножко место, как она сидит на стуле. Потому что под юбкой там не видно и будет очень сложно это доказать. Немножечко подчеркну коленочки под юбкой. Так, а юбку я опущу где-то здесь. Вы можете привирать. Если что-то в натуре вам не нравится, можно это делать осознанно. Важно, чтобы вы отдавали себе отчет, почему вы это делаете. Какую конкретную цель вы преследуете. И я тогда должна нарисовать стул. Обязательно на чем она сидит. На что она опирается. Хотя бы легонечко это наметить. Помните, я говорила про пятно. Мне хочется добавить какое-то пятно. Потому что есть некоторые непонятки, что происходит, почему она у меня в воздухе висит. Возвращаясь к рамке, как вы помните, я всегда буду на этом настаивать. Так, поправили рамку. И теперь я внесу пятно. Опять же, возьму самый простой прием. Волосы и какой-то один элемент одежды. Да. Юбку. Вот. И вот. Мы одними. Пока. Продолжение следует... Все. Мой набросок готов. Домашнее задание у вас. Вы рисуете 10, 20, 30 набросков линейных с добавлением пятна. Время, как и раньше, 3, 5, 7, максимум 7 минут по таймеру. С вами была Дарья Позняк. До встречи на следующем уроке. Продолжение следует...